Работа предприятий, обстановка в коллективах и планы на ближайшее будущее вопрос развития организации промышленного комплекса Беларуси обсудили во Дворце Независимости. Главной темой совещания у президента стала ситуация, сложившаяся на крупнейших белорусских предприятиях. Анализируя работу Минпрома, Александр Лукашенко подчеркнул, что залог высоких экономических показателей – стабильность производственных процессов и спокойствие в коллективах. Сегодня глава государства еще раз вернулся к вопросу наполняемости бюджета. Напомню, эта тема обсуждалась накануне во время доклада первого вице-премьера и министра финансов. Все прекрасно понимают, чем эффективнее работа промышленных предприятий, тем больше средств поступит в бюджет. А значит, государство сможет профинансировать социальные программы в большем объеме. С министром финансов, мы проанализировав бюджет, не видим проблем с финансированием основных социальных мероприятий, связанных с бюджетом на этот год, в том числе и по заработной плате. В связи с этим стабильная работа промышленности, особенно наших крупнейших предприятий, краеугольный камень нашей экономики, нашей страны. Нынешний год принес нам, естественно, немало испытаний. Коронавирус, закрывались многие рынки, прекратилось практически полноценное движение капиталов, товаров и особенно по тем позициям, которые производятся в Беларуси. Сейчас к этому добавилась еще и непростая политическая обстановка, которую, как вы видите, пытаются раскачивать как изнутри, так, к сожалению, и извне. Мы имеем сегодня на лицо определенный этап гибридный, прямо скажем, войны против Беларуси. А как ее иначе назвать? Средства массовой информации, информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Ниже опускаемся, дипломатическая бойня против нас началась, началась на самом высоком уровне. И не только еще неустоявшиеся соседи, главы государств наших соседей Литвы, Польши, Украины и других стран в открытую заявляют о повторных выборах в Беларуси, вмешиваются в наши дела и так далее. Но мало того, ладно, это их точка зрения полторные выборы, но уже открыто начинают давить на Беларусь. На лицо дипломатическая война. Посмотрите, что творится на внешнем контуре наших границ. Мы огромные деньги, ресурсы вынуждены тратить на то, чтобы стабилизировать обстановку на западных рубежах нашей страны. Мы фактически половину армии сегодня подняли, привели в полную боевую готовность для того, чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны. Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется, Гродненская область уже отойдет к Польше. Они уже в открытую об этом говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится. Это я знаю определенно. Хочу подчеркнуть, никакой безвозмездной помощи нам никто не окажет. Нам надо рассчитывать на свои силы и возможности. Нельзя сидеть и ждать, что кто-то к нам придет, выстроится в очередь перед воротами завода и купит эту продукцию. Надо шевелиться сами. И нужны меры поддержки экспорта. Мы их оказываем. Может, еще что-то надо в плане возможного помочь. Несмотря на сложившуюся ситуацию и внешнее давление, основной задачей для сектора промышленности остается сбыт продукции. Организовать экспорт необходимо самостоятельно, не рассчитывая на чью-то помощь. От руководителей зависит и то, с какими показателями удастся завершить год. По итогам семи месяцев темпы роста удалось увеличить практически всем отраслям.